То, как обычно люди занимаются тайм-менеджментом, когда они отдельно планируют рабочее время, отдельно какое-то нерабочее, личное время, вот такой подход совершенно не подходит творческим людям, у которых нет вот этого разделения. Мы не на фабрике работаем, у нас нет вот этого звонка, смена началась, смена закончилась. Мы можем сидеть, смотреть вечером сериал, и нас озаряет какая-то идея, и срочно мы записываем что-то, что затем превратится в наш рабочий проект. Или наоборот, мы на работе думаем о чем-то, не связанном с рабочим процессом, и не вырежешь у себя из головы эту мысль. Поэтому я рекомендую для людей, фрилансеров, творческих людей, кто чуть более свободно оперирует своим временем, своей занятостью, я всячески рекомендую планировать 24 часа, без разделения на рабочий и нерабочий процесс. Но, тем не менее, помнить о том, что у нас внутри дня есть только 24 часа и не больше, мы не можем растягивать время, мы не можем где-то докупить еще пару минут, которые нам жизненно всегда необходимы, важно помнить, что у нас всего 24 часа. И поэтому нам не очень подходят списки, туду-листы, где просто написано потоком все-все-все, что нужно сделать, и мы пытаемся впихать этот туду-лист в один день или даже в одну неделю. Периодически расстраиваемся, что не получается. Поэтому я вам сейчас покажу ту технику, которую использую я для планирования на протяжении дня, и запишу там отдельные ролики про недельное планирование, годовое планирование, стратегическое, это будет отдельная история. Вот давайте начнем пока с одного дня. Вот у нас есть 24 часа, каждый квадратик на схеме – это отдельный час. И посмотрим, чем мы можем наполнить этот день. Как мы поймем, продуктивный день получился или не очень продуктивный. Для того, чтобы эту табличку заполнить до того, как я начинаю планировать свой день, я составляю вот такое большое количество стикеров, каждый из которых – это некая задача, некий глагол, что мне нужно сделать. Если мы говорим, что мы планируем наши действия, следовательно, и на этих всех стикерах должны быть глаголы действия. Иногда, да, для многих задач – подумать, найти, придумать. Они, конечно, тоже важны, эти глаголы. Но начинать, если вы только-только начинаете заниматься тайм-менеджментом и управлением собой во времени, я всячески рекомендую, конечно, начинать с каких-то деятельных, активных глаголов. Начнем мы не с рабочих задач, а начнем мы с нас самих, с того, что мы из себя представляем, и как мы заряжаемся, как мы восполняем свой энергетический запас, подзаряжаем свою батарейку. В первую очередь это сон. Сначала мы заполняем наш день тем количеством сна, которое мы дарим своему организму. Если вы спите 6 часов, то вот они ваши 6 часов. Если вы дарите своему организму 7 час сна, вот вы ставите 7 час, в зависимости от того, сколько вы спите. Вот она, ваша подзарядка. Смотрите, день уже сократился. То количество времени, которое мы можем посвятить и саморазвитию, и нашим рабочим проектам, вот оно сокращается. Дальше обязательно у каждого человека есть некий утренний час, когда мы занимаемся собой. Там всякие умывалки. Умывалки, где у нас тут есть? Вот умывалки. Кому-то там надо привести себя в порядок. Плюс-минус это в любом случае час уходит. Если у вас меньше, то вот он ваш люфт, ваши свободные минутки, вы на этом можете сократить. Но если вы добавите сюда сделать зарядку, то вполне возможно, что и этот час как раз и заполнится. Сейчас мы внесем вперед. Вот зарядка, умывалка. Вот она, час наш есть. У меня есть собака. Собака это такая животинка, которую не выгулить нельзя. Поэтому в этом прекрасном плане, вот у меня есть час утренней собаки, и вот у меня есть час вечерней собаки. Два раза по часу мы с ней гуляем. Собака большая, требует беготни. Время сокращается и сокращается. Что же еще нам нужно? Нам нужно пообедать. Нам нужно приготовить обед, и нам нужно его съесть. Завтрак. Завтрак. Ну вот у меня как-то вот оно все вот сюда, вот в этот час вваливается, потому что у меня завтрак стандартный. У каждого из вас есть свои привычки, свои ритуалы, поэтому у вас раскладка, конечно, будет абсолютно индивидуальная. Я показываю исключительно принцип. Дальше. Приготовить обед. Вот здесь вот у меня вместе с... потому что я всегда на обед делаю такие быстроприготовлятельные вещи. И приготовить ужин и поужинать тоже у меня в час вкладывается. Вот. Времени все меньше и меньше. Где же, когда же мы начнем, в конце концов, работать? Дальше. Если вам нужно, если вы ездите на работу, то сколько времени у вас занимает дорога на работу и дорога обратно? Очень часто мы, когда проектируем свой день и планируем, нам кажется, что это, ну, там, ну, быстро, ну, чего это обязательно в план вносить? Но вот для того, чтобы понять, сколько у вас остается продуктивного времени действительно на вашу работу, обязательно нужно эти вещи вкладывать. Если вы работаете из дома, вот она наша экономия, где нам дорога не нужна в какой-то конкретный, какой-то конкретный день. Так, что у меня еще здесь есть? Ну, вот, например, вот у меня есть час для сына. Сын взрослый, поэтому времени моего, именно, фокуса внимания надо меньше, чем раньше, поэтому здесь я могу тоже сэкономить. Если я собираюсь, там, читать книгу или смотреть какой-то, какой-то фильм, вот они мои, так, секунду, вот они мои, полтора часа, мы его сейчас на два часа сделаем, потому что плюс-минус, там всегда люфт есть. Смотрите, времени для работы остается все меньше и меньше. И когда говорят, ой, что я ничего за сегодня не успел, ну, потому что вот эти вот слоты продуктивные, их не так много. Понятное дело, что всегда есть какой-то, там, включиться в задачу, выключиться из задачи, переключиться, там, соцсети проверить, сколько вы тратите на соцсети. Я, к сожалению, в соцсетях работаю, поэтому мне приходится сидеть там достаточно много. Соцсети, соцсети по совокупности. Где-то написать, где-то опубликовать, где-то поучаствовать в дискуссиях. Я там сильно присутствую, поэтому это у меня есть. Дальше у меня в обязательном порядке, в совокупности это будет час, это полчаса утром, полчаса вечером, это проверка электронной почты. И осаны. Это наш трекер задач, в которых все тикеты, все задачи, которые мне необходимы. Я руководитель компании, поэтому мне нужно держать руку на пульсе, что происходит в компании. Вот это у нас будет совокупности час. Я это делю полчаса утром и полчаса вечером. В середине дня захожу туда, только если что-то прям совсем внезапное-внезапное. Так и соцсети, и имейлы я разделяю, чтобы освободить зафиксированное время для каких-то акций. И вот только после того, как вы расставили все необходимые для подзарядки батареи, для организации вашей жизни, расставили блоки, вот остатки – это и есть то пространство, которое вы можете выделить под свои задачи. Задачи у нас часто продолжены. Мы не всегда пишем один текст за один час. У нас проекты такие долгосрочные, у нас не на разные этапы разделены. Поэтому умение разделять большие задачи на маленькие подзадачи, которые можно делать кусочками, ставить себе галочку «сделал-сделал» – это очень-очень важный, очень нужный навык для любого творческого человека. То есть продумать целиком задачу, разобрать ее на мелкие запчасти и затем уже эти шаги, эти задачки вставлять в свое расписание. Так, ну, например, вот у меня есть задача вычитать лангрид и отправить его на верстку. В среднем я за час справляюсь, вот я поставлю себе это в день. Что у нас? У меня, например, планерка сегодня. Планерка, она где-то идет полчаса. В некоторых только случаях она идет больше. Но я поставлю час, потому что для планерки мне нужно еще подготовиться, составить список вопросов. Так, что у меня еще можно сегодня? Я стараюсь в день, но у меня есть такая возможность, что я свободно проектирую сама и определяю свой день. я стараюсь однотипные задачи собирать вместе. То есть если у меня есть в один день много созвонов и переговоров, лучше пусть это будет день созвонов. Когда мозг встает на рельсы разговаривания и коммуникации, это получается лучше и прессуется, продуктивность получается выше. А вот это вот дерганье, тут придумать, тут почитать, тут, значит, созвониться, тут переговорить, вот это вот очень сильно вечером истощает и чувствуешь себя разбитым. Вот, поэтому у меня сегодня лонгрид, планерка, что еще? Я вот ролик, например, сегодня, вот тот, который сейчас записываю, я его смонтирую, и на это у меня точно уйдет часа два, потому что там у меня есть еще вторая часть. И вот, допустим, там пару часов я оставлю люфта на внезапно прилетающей задаче. Тут в один из дней был как раз тот, который я хочу вам показать. Было внезапно, а у нас все сломалось на сайте и ушло время на то, чтобы это починить. Вот, поэтому сплошняком плотно я день не заполняю. Это значит, что я, во-первых, четко вижу, на что у меня хватит времени, на что у меня не хватит. Такой принцип планирования вынуждает меня знать, сколько времени мне нужно для вычетки, сколько часов мне нужно для того, чтобы написать какой-нибудь текст разной степени готовности. То есть я за собой наблюдаю, я себя замеряю, у меня стоит таймер, который помогает мне узнать, например, сколько знаков в полчаса я могу написать, если у меня вся фактура есть. То есть сколько у меня сам вот этот вот райтинг занимает. Поэтому вот это такой принцип организации времени, он очень сильно помогает и заставляет познать себя, и концентрироваться, и, ну, на самом деле, видеть, что время не резиновое, времени не так много, и когда ты, не знаю, там 6 часов просидел в соцсетях, оно понятно, куда время утекло. Вот, поэтому вот делюсь с вами своей этой методикой, и хочу сейчас показать один день, который я записала, записала видео, как раз для того, чтобы проиллюстрировать, как это в реальности происходит, вот день, который спланирован таким образом. Давайте посмотрим. Доброе утро. Сегодня этот день проведу вместе с вами и сделаю такой видеоролик, как планируется мой день и из чего состоит. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, пришла с прогулки, душ, рабочая одежда, потому что надо переключать мозг с лоботрясничения домашнего на рабочую одежду, несмотря на то, что рабочее пространство от простого отделяет шторка. Любимые духи, которые переключают на рабочий лад, чем еще можно мозг настроить? Ну вот, собственно, рабочее пространство, немножечко отгороженное от всего остального. План. План на день. Распределила задачи, которые нужны. Ну и, собственно, все, можно садиться. У меня там... посмотрела я сейчас почту и личные сообщения, какие есть изменения в плане. Одни переговоры, которые утром я занесла в план, которые должны были состояться, их участники с той стороны отменили. Следовательно, у меня появилось полчаса времени на что-то другое, на какие-то другие мои задачи. они перенесут на следующую неделю. Дальше прилетела задачка вычитать договоры и отправить в оплату несколько счетов. Это я сейчас тоже быстренько проверю. Этого я не планировала в сегодняшний день, но люфт у меня есть, поэтому я такие более-менее спонтанные задачи могу как бы в этот блок объединить и на это время потратить. Вот, так что начинаем работать. Так, прогресс какой? Договор прислали, вместо договора прислали тупо рыбу, которую еще писать и писать, при этом юристы ни хрена свою работу не делают на той стороне. И я зафутболила это обратно, потому что я за юристов работу работать не собираюсь. Счета все отправлены, утверждены и ушли бухгалтеру в оплату со всеми пробами. Вот, так что ха-ха-ха. Ну ничего, большой, да, вот большой кусочек я сделала. Сделала. Это у нас... Это у нас готово. Теперь, теперь что? Теперь у нас есть видео для книги, есть видео для Ютуба, и можно заняться силотреком, лангридами и контентом. Так, что тут у нас? Чтобы снимать видео, надо навести навести марафет. И, наверное, я это сделаю минуточек через 15, поэтому... Сейчас возьму блок, блок по силотреку, проверю там работы и проверю, что у нас там сверстано, что написано. Короче, займусь силотреком. Это такой большой, большой модуль. И чтобы большой модуль, он такой работался в ритме, то сейчас я заведу помидорку. Наверное, знаете, что такое помидорка? Вот. 25 минут концентрации на задаче, 5 минут размяться, 25 минут концентрации на задаче и 5 минут размяться. Так что поехали на большой блок по силотреку и... И ага. Время обеда. Я стараюсь экономить свое время на каких-то таких задачах, которые не требуют моего сильно большого мозга и внимания. Поэтому я подписана на такой сервис, когда тебе домой приносят на неделю ингредиенты, сыры, не готовые. И уже из этих ингредиентов, там, шеф-повар составляют эти меню, из этих ингредиентов я просто каждый день готовлю себе обед. Вот. Поэтому у меня есть пакетик такой, который в холодильнике в таком термопакете хранится. И, собственно, сейчас из него я себе сделаю вкусный обедик. Экономится время на хождение в магазины и покупки ингредиентов под конкретное меню. Экономится креативный мозг. Ой, что бы сегодня приготовить поесть. И, когда есть сейчас, когда есть рецептики, которые ты никогда бы не заморачивал, вот я бы точно не заморачивалась с какими-то там лангустинами всякими, а так они тебе просто сами приходят и радуют твой язык. вот таким образом у нас на обед получаются тигровые креветки с лангустинами, с фетучини, с трюфельным маслом и сливочным соусом. И, собственно, на все это ушло 20 минут на приготовление. Сейчас я понаслаждаюсь это все покушаю и вернусь к работе. Продолжение следует... Так, ну что, время 16.44. Через одну минутку я пойду в сервис StreamYard, откуда мы вещаем, делаем наши трансляции. Там я встречу Ксению Храбрых, которая сегодня у нас в эфире и сейчас у меня время для того, чтобы провести эфир про метавселенные. Мы знаем, что если какой-то продукт бесплатный, значит товар это вы. Вот где у нас есть и настольная игра, и VR, и дополненная, да, оно вот в рамках этой игры это может называться? Так, ну что, у нас закончился эфир, у нас два часа, ну то есть полтора часа было эфир полчаса мы еще потом с Ксюшей поговорили, так что это прям как раз в тот блок, который я выделила, все, там вот этот блок получился у нас отлично с эфиром. А дальше у нас тут внезапно вылезло небольшой маленький маленький косячочек на сайте сделано медиа, но хорошо, что мы тут созвонились с Ярославом, все починили, не совсем просто это было, на это ушло время, оно не было запланировано, но такие форс-мажоры случаются, все, все окей. Так, что у нас, что у нас дальше? Есть смысл помонтировать, я записала несколько видео, смонтировать видео, это там легко просто нарезать и выложить. тут я одно сделала и в принципе запланированная работа у меня случилась, вся обед у меня случился. Ну, сейчас, короче, видео еще помонтирую, немножко, не знаю, часочек еще выделю на это и рабочий день сложился. видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!